приветствую вас дорогие друзья спасибо что заглянули ко мне сейчас я хочу видимо уже пришла пора сеять питунью на рассаду об этом уже делятся мои друзья в инстаграме и других соц сетях я вам чуть позже скажу когда сею я и выращиваю без досвечивания и так небольшой обзор вот этих двух упаковок которые я взял сегодня приехал с работы у нас тут павильон есть удобно на остановочке питунья deluxe многоцветковая смесь крупные цветки компактная эта упаковка из недорогих считается из недорогих и экономичных то есть она стоит вот даже написано 20 рублей 20 рублей она стоит и тут только описывается однолетник описывается вес ее 0,5 грамм плюс минус 9 процентов здесь много семян я не знаю сколько поштучно ну их много мне больше почему-то привлекают там где капсула и в капсуле 10 штучек гранулированная про нее мы сейчас тоже поговорим и так посев производим как нам рекомендует производитель данной упаковки с февраля по апрель при температуре 22 24 градуса ну собственно эта температура у нас идет вообще для рубу для любой рассады и цветочных и овощных культур пикировка при появлении двух настоящих листочков я пикирую и чуть позже было у меня как-то пропустил момент и я упустил кстати один случай завтра я сниму отдельно коротенький ролик и покажу чем не зацвело на подоконнике это будет в общем красивый цветок завтра покажу следующем ролике это будет и цветение у нее заявляется с июня до заморозков и так много семян за небольшие копейки я бы сказал 20 копеек ну выбора там не было я бы я хотел от именно таких набрать ампельных и но я еще буду докупать и потом поделюсь с вами и так питунья крупноцветковая ампельная вишневый пломбир f1 смесь окрасок вот мне нравятся такие вот полосатые да не только мне но у меня немного смущает на упаковках когда пишут новинка то есть для меня это больше как загадка загадка и так рост и 60 сантиметров 7 9 сантиметров цветочек у этой 30 сантиметров рост маленькая такая 6 сантиметров цветочек теперь про посев здесь находится капсула кто не знает гранулированные семечки там семена и десять штучек их про посев рекомендовано производителем февраль март на рассаду сеют 7 значит 20 10 июня высаживаем в грунт то есть на дачу и по сентябрь она цветет теперь каких числа все я я выращивал в основном из черенков кто смотрит мне давно я дам ссылочку внизу под видео посмотрите там видео будет с результатами там будут петуни и семян и черенков и я в общем добился того да как добился с нескольких раз я выбрал число конец января начало февраля я сею в торф таблетки на рассаду всходы у меня появляются примерно через месяц во всяком случае это было последний раз в прошлом сезоне в прошлом году и потом я их пикировал тоже кажется снимал видео и уже к маю месяцу в мае смысле я уже наблюдал на них цветочки то есть уже было видно какая расцветка что это да она и куда ее уже можно посадить в тот или иной уголок вот такой небольшой обзор и поделился с вами когда я буду сеять видео посева конечно же я сниму я еще завтра поеду куплю торф таблетки в другой магазин тут не был не было тех которые нужны были такие огромные ну куда их и и если маленькую может делить пополам ну чисто экономичным способом и завтра я сниму коротенький ролик у нас засвел один красивый цветок который я вам показывал давно про него будет тоже небольшой рассказик такое небольшое видео благодарю всех за внимание скоро будем уже пересаживать хризантемы которые я укоренял недавно из черенков это у нас была мультифлора шаровидная и корейская в перлите и в торт таблетках я вчера обнаружил что в торт таблетках уже полезли корни то есть завтра я уже буду их пересаживать сейчас у нас уже поздно на этом прощаюсь с вами ненадолго благодарю всех за внимание заходите ко мне еще смотрите для вашего и своего разумеется удобства я все видео разглаживаю по плейлистам все растения под названием розы с розами виноград с виноградом гладиосы с гладиосами и так далее и есть комнатные цветы шлюмбергера декабрист все разложено по плейлистам с вами был александр канал клуб садоводов хабаровск всем пока хабаровск всем пока